как яблоко как яблоко чего как яблоко блять говорю заебись я прям это буду делать на микрофон потому что хрустел как же ебал сейчас объясню я ничего не слышал а все уже начали да приветствуем вас на матче обернот против тигров я думаю это получится очень интересная матч со мной комментирует опять олег которого я очень сильно ненавижу налегку слова барова сейчас я прожью да и так здрасте играть сегодня пока я говорил уже забили гол играть сегодня тигры и как их зовут собернат и вот собернат уже открыли счет счет открыл латино в своем стиле дальним броском как услышите олег доедает сырой сырой свинину очень любит ее не надеюсь не доедаю только начинаю ты вообще ел как ты вообще видел когда нибудь свинину да больше сырую она не должна хрустеть я не знаю чем тебя кормили может тебе подсовывали доски когда ты был маленький говорили что это свиния но это замороженная в общем счет уже 2-0 вторую шайбу забился бим я просто не увидел в этот момент как раз откусывал кусок цены и да я слышу я слышу что ты его хорошенько откусил ну да подключи от некоторых я не забиваю яблоко кофе не понимаю чем-то у меня кстати еще есть пряники и конфеты здесь рядом поэтому я полный набор я уверен что это ты будешь запивать уже какой-нибудь я я не слышал не слышал там что-то но уже не важно да смотри они спрашивают тебя как иисуса играть или перестартнуть а а а а а а и не а а а на если в ладно что он и так как нашли их и произошло но опять же с огромным косминейных вот увидеть а а не менее поспал потому что как раз вот момента бонусы с подъемник Ой, ну, знаете ли, в Питере сегодня солнечно, ну, и сейчас, по крайней мере, да, очень плохо, что, прости, у матрищик тоже не очень плохо, ну, ладно, смотри. Знаешь, я приступлю к своему первому прянику. Может, нам вести кулинарную передачу? Нет, я не умею готовить пряники, я вообще не умею готовить. А мы не будем готовить, мы будем просто тупо жрать? Отличная кулинарная передача. Может, из-за лагов они хотят рестарты? Могу раньше. Ну, видимо, лаги только убимы, поэтому вряд ли. Слушай, думаю, стоит начать комментировать. Ну, хотя нам даже не платят за это деньги. Ну, мы не платим. Я не знаю, пошутить ли, ну, в общем, ладно, не важно. Нет, я не буду шутить. Я завязал. О, все. Там просто какой-то глухонемой подходил сейчас. Да? Да. Не знаю. Я пропустил. Понятно. Ну, вот так вот мы сожрали все в первый период, и, в принципе, счет 2-0. Я нет. 2-1. Сейчас, смайкет 2-1, мы отгон забил гол. Он забивает шебу. Ну что ж, пока 2-1, и, в принципе... Джаж интересуется, ну, не верит тому, что игра уже началась. Я тоже что-то вообще не пойму, что они вообще тут изображают. Ну да, очень странно, очень странно. Джаж, похоже, вообще... Ну что ж, начался второй период. Да. Со счетом 2-1. В пользу Соберна. В принципе, это предполагалось, по сути, ничего в этом нет. Ну, я не знаю, у кого это предполагалось, и кто вообще покупает матчи, но... Покупает? Пошел нахер. 3-1. Джерс отлично сейчас реализовал выход 1-1. И Собернот продолжает отрываться. Ну, начинает отрываться от тигров. Понятно. Что вы можете сказать, Олег, по поводу первого периода, начало второго? Я чувствую себя шлюхой, потому что на моем столе лежат деньги, конфеты, и я чувствую себя разбитым. Это было как раз в тему матча. Но все-таки, не уходите от вопроса, что вы думаете по поводу первого периода? Тем более, сейчас забили, наконец-то, еще шайбу. Первый период, я не знаю, по поводу первого периода, там, ни мы не комментировали, ни ребята не играли. Сейчас вот игра пошла, и Собернот отведет. Потому что у тигров, ну, дыры в защите. Учитывая твое воспитание, я был уверен, ты сейчас начнешь говорить про другие дыры, но хорошо, что хоть они в защите тут. Ну, что я могу сказать? Ничего. Я прям не ожидал от тебя. 5-1. Да, 5-1. Ну, что ж. Вратарь у тигров плохо совсем играет. Я даже сомневаюсь, что он есть сейчас. Да. По голосу, я чувствую, он на меня обиделся, и Олег очень сильно. Да нет, просто я запомнил. И когда я буду в мытищах, я просто разберусь с тобой. Вот, собственно, счет 6-1. Ты подожди, в мытищах тут у нас опасно. Да? Да. Я позову своих друзей, у которых у меня целых, учитывая, сколько я провожу время в игре. Какие у тебя друзья, ты же задрот. У меня много, да, друзей. В основном, я представляю, что у меня много друзей, на самом деле. А у кого нет, я одинокий 42-летний мужик, который с помощью специальных программ изменяет себя. Учитывая мой возраст, еще и извращенец. Да, мне нравятся маленькие мальчики. Весьма оконечно добавил. Да. Ну ладно, не буду больше дрочиться. Спокойно пока я абсолютно реализую свою память. Игроки Собернота, а тиклы пока ничего не могут организовать. Ну ладно, шайбу забиты, и то больше в течение обстоит, а с чем. Ну, не думаю, нет. Там они заслужили эту шайбу. Ну, нет, я все-таки не видел там. Какого-то напора на ворот. Ну, может, одну и заслужили, но как минимум больше точно не заслужили. Ну, пока. Пока, может быть, что иметь. Ох, перехошел, и смотри, все, после ворота. Я не вижу продонника. Да, тоже. Ну, сейчас узнаем. Мартгон. Да, Мартгон. Ну, в принципе, какие-то у нас сейчас унылые комментарии получаются. Потому что один жрет, другой дурачится. И ничего у нас пока не выходит. Про себя забыл сказать. Э-э-э. Ну, я жру и дурачусь. Нет, я тоже дурачусь. А, да? Да. Просто это, наверное, было незаметно. Потому что это мое общение. Я просто думал, что ты просто дебил, поэтому... И я думал, что ты всегда такой. Понятно. Ну, я вот это и хотел добавить. То, что это, в принципе, мое нормальное поведение абсолютно. А, понятно, понятно. Олег, ну, конечно, сейчас намекну про то, что... Я дебил, на самом деле. Намекнул. Мне кажется, я сказал это в открытую. И обидно. Штанга. Да, штанга. Счет 6-2. Как-то, на самом деле, несмотря на счет... Красивая шайба. Нет, шайба. Была бы красивая. То есть, все происходит весьма спокойно. Да, даже как-то... Как будто так и должно быть. Да. Спокойно разводят шайбу. Иван, ну, скажите что-нибудь. Что вы как неродной. Я просто засунул. Все, все. На этом стоит прекратить. Все, я понял. Он может не договаривать. Пока ты там себе всовывал, забили еще один гол. Смотри-ка, 6-3 уже. Иван. Замечательно. Какая обидная шайба. Через все поле проехала. Кроме города. Как Олег скажет, пока я себе всовывал, тут уже пару шайб было. Тут уже дело натворили. Ну, в принципе, тигры никак особого сопротивления не оказывают. Мне кажется, все-таки эти шайбы больше из-за ошибок соберна, причем из-за глупых. Ну, знаешь, между прочим, как бы шайбы тиграм тоже в основном из-за ошибок, потому что... Ну, все-таки это предполагалось, ошибки у тигров. Ну, учитывая, как они пройдут на этот матч, да, пожалуй. Ну, смотри-ка... Потому что сегодня же Аликс должен был играть, или кто? Да, но он вроде должен подойти через некоторое время, но второй матч он должен успеть. Хотя не знаю. Ну, сейчас вместо Аликса играет Сплинтеров. Да. Эти непонятки, на самом деле, очень надоели. Непонятки в каком смысле? С составами? Да, в целом труднее то, что никто не знает четкого времени, но точнее четкое время есть, но почему-то все равно. Ну, вот сегодня, на мой взгляд, это все еще случилось из-за того, что сейчас были матчи, последние чемпионаты Алили, к примеру. И все досматривали, это как раз было тык-втык. Да, особенно я досматривал. Нет, ты играл в этот момент, и я тебя ждал, а ты подключился ко мне только в самый последний момент. Ну, я ведь ничего не потерял. Я дошел до того, что я выходил на балкон и кричал в сторону Питера, Олег, Олег, а делал сюда что-то. А я слушал, кто-то в окне орет, и окно закрыл. Ну, блин, ну, так. Ну, да. Вот и верь теперь у людей. Это 4.47, кстати. Конечно, вряд ли Тигр сумеет отыграться, но... Почему? Почему такая... Ну, решай бы все-таки, я реалист. Да, ну, перестань. А может, для человека, который обычно что-то там засовывает себе, надо прислушиваться к мнению такого человека. Да? Да. Я думаю, нет. Да, с тобой не поспоришь. Даже не буду обрадоваться, что я там себя засовывал. То, что в любом случае, что я сейчас не схожу, все равно это будет смешно. Да? Точнее, ты. Как всегда. Ну, знаешь, потому что уже поздно отнекиваться. Я понял. Я понял. Я уже сделал косяк, так что... Я, как крайне странно, принимаю позиции свои. В общем, так толком не могут за шайбу. Вот сейчас... Ну, вот сейчас можно было забить, но мимо. Ох, ух ты. Опасно. Вот сейчас можно еще раз бросить. Еще раз. Хотел тебе задать провокационный вопрос. Ой, как отвратительно сейчас сыграл кто-то. Сервис. Джер пишет, типа, тут сервис. Пас какой ему дали. Хороший. Хотел задать тебе провокационный вопрос. Как ты считаешь, кто лучший евротарь у нас? Ну, вообще в этой игре. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Кстати, Джер забил свой четвертый гол. Да, значит, четвертый гол. А кто там вообще из-за авторита у нас есть? А саунд, к примеру. А кто еще? Этот, как его? Реверси. Реверси, разы? Не Флетчер? Ну, он же... А, мне нравится твой стиль. Вы же говорили на эту тему. Нет, мы говорили на тему Флетчера вроде. Я не помню, если честно. В общем. Ну, и мне, на самом деле, очень нравится саунд тем, что он и вратарь отличный, и игрок в поле отличный. Поэтому я считаю, что он лучший. Ну, в принципе... А, понятно. Ну, в принципе, я тебе тоже могу сказать, что ты в поле можешь играть. Ну, нет. Если я стою на воротах, я буду стоять только на воротах. Ну, правильно. Я не видел. Ну, тут, мне кажется, больше не... Не полная заслуга саунда, а заслуга именно... Вообще стиля игры Nordic Junior. То есть, они, в принципе, заводились так. Ну, саунд более техничный, в любом случае, поэтому... Ну, может, потому что он дольше играет. Ну, я не знаю. Ох, смотри, какой гол. Глотить. Это было красиво. Это было красиво. Ой, да. Ну, что ж, у нас за нашим вот этим непонятным абсолютно комментарием первого матча закончился этот матч. Ух ты, как быстро. Да, быстро. Победа, уверенно, Собернот. Ждем второго матча. Спасибо.